Что было этой ночью? Как вы перенесли эту ночь? Каждый день здесь обстрелы идут, ночью особенно. Сегодня ночью было, наверное, я не знаю, больше 30 ракет накидали в город. Поразносили пожарные части, дома. И жилые дома пострадали? Ну конечно, конечно, конечно. У нас на школьной там и в лесках, везде. Это у нас в нашем районе, где мы живем? На школьной, на школьной вот по соленам мы едем. Там новый дом коричневый, с оранжевым. Вот возле него. Много весь город обкидывают. Вы как эту ночь перенесли? Вы как эту ночь? Вы как эту ночь? Вы как эту ночь. Мы еще фотографировались там, скажем так, года четыре назад, по-моему, фотографии. Это все что-то, как бы, не успели захватить, если честно. Дети остались там. Дочка осталась, она не уезжает, потому что она говорит, я не могу оставить папа, сын, брат и муж. Они не пересекают границу, поэтому, естественно, она говорит, не тяжело, но... У нас, где мы живем, у нас там тоже было швейные предприятия, то есть, на нашей улице, акраина, тридома просто были снесены ранее, когда еще мы были с ребенком. А сейчас, вот говорили там, есть повреждения, не частных, а вот этих промышленных предприятий. Фемея afирма, что в то время года они купили дом, даже не думали, что война будет приступать к ним. Теперь все родители садапостятся в субсоле, который есть тренинг, и укротается в бомбардировании. Мы только сделали ремонт для ребенка, мы три ночи, как переносали в его комнате. 24-го ночи, естественно, я услышала такие взрывы, я прибежала к мужу, потому что я с ребенком, я сплю отдельно в комнате, пока он еще маленький. Я прибежала к мужу, говорю, стреляют. Он говорит, не может быть, тебе что приснилось. И тут я слышу еще один взрыв. Я говорю, нет, Сереж, говорю, стреляют. Началась война. Ребенка 27-го числа тебя ждали. Мам! Он мне говорит... Он мне говорит, мам, у меня будет день рождения? Я говорю, да не знаю, мы не можем никуда выехать, потому что... Ну, я всегда отмечала, я как бы старалась всегда для дитя сделать какой-то праздник, все. В этот раз говорю, извини, говорю, не получается ничего. Извините. И вот буквально это длилось еще вот в течение месяца, вот это все равно периодические взрывы, взрывы, взрывы. В основном ночью. В основном ночью, когда люди крепко спят, это в 4 часа утра, в 5, в 3, вот такие вот обстрелы. Днем, слава Богу, у нас, как бы, я вот спрашиваю, люди передвигаются. Люди просто вошли в такую фазу, когда уже нету страха. Они просто живут сегодняшним днем, что будет. Так же, как у меня остались там, например, у меня там 3 брата осталось, родных. То есть, нас у мамы четверо. И, естественно, они там, и жены, и дети, все остались с ними, потому что никто не может оставить взрослые сыновья. Как бы, у меня племянник, например, ну, военно обязанный, он стоит на блокпосту, то есть, то есть, как бы, тоже переживаемый, естественно, у него только родился ребенок, недавно маленький. Поэтому, ну, скажем, ситуация не хорошая, не здоровая для организма. А человеку жить в таком напряжении, ну, и днем, и ночью, ты не можешь расслабиться. Это постоянное напряжение. Ты не знаешь, когда начнется сирена, ты не знаешь, когда начнутся взрывы, ты не знаешь, что дальше жить, ну, как дальше жить. Ты не можешь ничего планировать. Ты не знаешь, вообще, вот, будет дом, будет ли с чем уйти, будут ли свои близкие, родные живы. То есть, это страшно. Не дай Бог никому, я никому этого не желаю. Даже несмотря на то, что мы, у меня, за последнее время, как бы, ну, скажем, более развилась вот этот patriotизм своей стране, любовь своей стране, любовь своему городу, потому что, столько сколько мы сейчас, ребята наши, поддерживают вот этого боя, я никогда не думала, что у нас есть столько крепкий город. Допа, несколько сэптамэнни длиннищте, региуне Николаев, зилы ле куренте, фемея ищи планифика сэптамэннистом, сэптамэннистом, дубинник, висурили ау фосты, нэруито. Дамой хочу, я уже давно, дамой хочу. Муж говорит, у нас тихо, давай, как бы, приезжай, возвращайтесь, то есть, ну, как бы, более-менее тихо, если что, где-то можем дальше переехать. Мы только собрались, можно сказать, я уже машину, и буквально на следующий день начали сильные опять обстрелы. Обстрелы были даже и в нашем районе, где мы живем. И супруга говорит, не едьте. Можете там пабыть, будьте. Как бы терпят там вся ситуация, обстановка, все нормально, будьте там, пока не надо ехать. La Coшкалия у фост гэздуисти де асистента medicalа дин сат. Спуне, ка сау адресат дупа асистента medicalа, иар де-атунч стау суба целоващи акоперищ. Стец, деодата, ам ават о фрикэ, ка дупа тимпуриле де аз, нечистэцэцэле, кума спот я, ка сэй цэн, сэй алиментэз, сэй даду тот, иака, кодиціэле астеа, ка трэм на сат, ну абем, эй с бинес дэ ла ораш, и ам ават о фрик, о теамэ. Унде ам фост имбуражатэ дэ фата мея, ка рэплэкатэ дэй дэйсэцээн я на перецаа, эй си п Hindus и гдеρ ма, кум а о Nicoцзэцэн, ка оммммтьхэ тэнто, а ша, дэй Oi на эфай, м Gedanken uses цэнара RCN карта да мэ вал sama, а нэ тэ нэ к Тэн не дэйсэзэцэн, тэ эй оси ма? Ка и?" эй fale Syndилан, эй аmnd аз то н uetлаб нэ kamu ма дэранжеазэя всеми эй過來 энга, Я добавлю и наши, препараты молдовинейские, но большинство их только приготовят. Я у меня три детей, которые были в пешке, не уделяя ничего. В около три месяца, ребенок в четыре года, в регионе гражданица в городе и притер уже первые слова в лимбе роману. Я говорю всю злоу, и я говорю, что они говорят, 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 Вот, хорошо. На второй день приходит, Лиля, что? Я учил другую слову, какое? Салют. И говорю, что это такое салют? А он говорит, это на схи. Говорит, нет, это не на схи. Рекомоскатуре, для того, что у него есть, она говорит, что хочет быть спокойно, и что никто не узнает орули войны. Я буду сидеть здесь, пока люди, честно, просто не ожидали. Настолько отношение людей к нам положительное. Вот если я слышу, например, в Германии у меня есть, многие поезжали, во Францию уехали, в Болгарию. Есть там и русские, есть какие-то терочки у них, есть какие-то неприятности. Здесь, я говорю, я в сравнении, магазин, в аптеку, соседи, тепло. Для людей сходят тепло, нет никакой завистии, например. Подписывайтесь на официальные, в презенту, Рай-1 Каушин, где находится около 700 человек украинских.